Керченский пролив Креп, князь, мерил море по льду от Муторакани до Корчева, Керчи, 14 тысяч сажен. Это примерно 30 километров. В Переяславе-Хмельницком нашли надписи на кирпичах. А в Киеве на стенах Софийского собора обнаружили записи, выцарпанные на штукатурке в XI и XII веках. Также появилась письменность на Руси. Более тысячи ста лет тому назад замечательные просветители Кирилл и Мефодий создали на основе греческого алфавита южнославянскую азбуку Кириллицу. Эта азбука перешла на Русь. Самая древняя из дошедших до нас русских рукописных книг, Астромирова Евангелие, написана Кириллицей. Как и все книги того времени, она написана на пергаменте. Ей более 900 лет. Переписчики старательно вырисовывали каждую букву, стремились к тому, чтобы все буквы были одинаковыми по размеру. Текст был сплошным, без разделения на слова. Буквы имели геометрическое начертание. Такое письмо называлось уставом. Особенно тщательно рисовали заглавные буквы. Их раскрашивали киноварью красной краской и придавали буквам вид затейливых художественных рисунков. Отсюда пошло выражение «писать с красной строки», то есть начинать новый абзац. В ту пору не было специальных знаков для цифр. Их обозначали при помощи букв, ставя особые значки над ними. В рукописных книгах было много миниатюр и рисунков. Летописцы записывали важные исторические события. Начальная русская летопись рассказывает о суровой борьбе русского народа с многочисленными врагами. Самое замечательное литературное произведение Древней Руси «Слово о полку Игореве». Князь Игорь пошел войной на половцев и был жестоко разбит. И черна земля под копытами костьми была посеяна, а кровью полито. Горем зашли они по русской земле. Слово о полку Игореве страстно призывало русских к единению накануне тяжелого и страшного испытания. В XIII веке монголо-татарские орды обрушились на Русь. Огнем и мечом прошли завоеватели по Руси, оставив после себя пылающий развалин. Были уничтожены тысячи рукописных книг. Нашествие надолго затормозило развитие русской письменности, но не остановило его. Крупнейшим центром русской культуры оставался Новгород. Единственный большой русский город, который не был захвачен и разгромлен монголо-татарами. При раскопках древнего Новгорода были найдены свитки, почерневшие от времени березовые коры, покрытые надписями. Ученые обработали свитки-бересты и прочли их. Это оказались берестяные грамоты, письма и документы древних новгородцев. Вот одна из таких грамот. Поклон от Марины к сыну моему Григорию. Купи мне зимтянцу добру, хорошего ситцу, а куны, деньги, я дала Давиду прибыльному. И ты, чадо, сынок, сделай сам, да привези сюда. В Новгороде учились грамоте и простые люди. Вот новгородская азбука XIII-XV веков. В Новгороде, Пскове, Смоленске найдены сотни берестяных грамот. Эти находки говорят нам о широком распространении грамотности на Руси. В XV веке Москва объединила русские земли в единое государство и сбросила монголо-татарское иго. Москва стала столицей государства и центром общерусской письменности. С течением времени изменяется характер письма. Буквы становятся более мелкими и округлыми. Намечается разделение текста на отдельные слова. Такое письмо называется полууставом. Полууставом был написан в 1497 году судебник Ивана Третьего, первый свод законов московского государства. Так выглядел приказ. Старинные учреждения, где составлялись важные документы. В приказной палате служили дикие и водячие. Здесь же находились переписчики. Вот орудия письма того времени. Чернила из сажи, гусиные перья. Документы писали на отдельных листах, которые потом склеивали. Диак скреплял места склеек своей подписью. Склеенные в длинные полосы документы сворачивали в свитки, в столбцы. Каждый столбец также скреплялся подписью Диака. Так выглядит подлинник соборного уложения 1649 года. Это полный свод законов русского государства. Соборное уложение очень ценный документ. Он хранится в специальном ларце. Переписчикам приходилось писать много документов. Поэтому появился еще один вид письма. Скоропись. В скорописи написание букв проще, свободней. Многие слова пишутся сокращенно. Скорописью был написан судебник Ивана Грозного 1550 года. На Руси было мало книг. Рукописные книги стоили очень дорого. В середине 16 века появилось на Руси книгопечатание. Первым русским печатником был Иван Федоров. Лучшее творение Ивана Федорова. Книга «Апостол» вышла в 1564 году. Книгопечатание содействовало распространению грамотности. Книг стало больше. В 17 веке появились светские книги. Буквари, первые учебники. Одновременно с книгопечатанием продолжалась переписка книг. В то время большинство книг было религиозного содержания. Необходимо было освободить печатное слово от власти церкви. При Петре Первом была проведена реформа письменности. Введен гражданский алфавит, более простой и удобный для чтения и письма. Началось широкое издание книг по разным отраслям науки и техники, учебников. И первых русских газет. Так в начале 18 века в России появилась письменность, близкая к современной.